Ассоциация юристов России Ассоциация юристов России Вопрос этот у меня уже, наверное, был решен в моем понимании в классе 9 Тогда я для себя принял принципиальное решение, что я пойду на юриста И я бы сказал, более того, не просто юриста, а юриста-международника То есть в 9 классе я уже мечтал, так скажем, и готовился к тому, чтобы стать юристом-международником Почему? Потому что всегда мне нравились гуманитарные науки Была к ним такая большая тяга И международные отношения в том числе нравилось и право В школе, мы помним, проводились олимпиады по праву, по обществознанию И на этих олимпиадах у меня всегда как-то хорошо получалось, да, соответственно Участвовать, выигрывать какие-то, получать призовые места Соответственно, и я понял, что именно юрист, да еще и международник, это, наверное, мое То есть быть юристом и связанным как-то и с международными отношениями То есть вы сразу же понимали, что именно хотите заниматься международным правом? Да, то есть, безусловно, в 9 классе я уже для себя принципиально решил, что я буду юристом-международником То есть это было довольно-таки... В раннем возрасте было принято такое решение Интересно Хорошо, а каков он вот облик, да, моральный облик юриста? Какое ваше вот видение, как вы считаете? Юрист, на мой взгляд, это призвание, да, соответственно Так же, как и учитель, так же, как и врач, я бы сказал Не каждый способен быть юристом И наша задача вообще юридического сообщества, да и в преподавателе, наверное, готовить юристов с определенными моральными качествами Это должны быть юристы, в первую очередь, честные и порядочные люди Я бы здесь, наверное, сказал так, да, привел определенные навыки Мы же понимаем, что юрист — это человек, который обладает определенными профессиональными навыками и знаниями Которые могут как принести пользу обществу, так и навредить, соответственно, да И еще раз повторюсь, что, проводя аналогию, наверное, можно говорить о, например, привести такой пример Наличие оружия у полицейского, да, то есть это человек, который обладает определенными... Властными полномочиями Властными полномочиями, но, безусловно, определенными характеристиками Он на стороне добра, да, что вы понимали Это человек порядочный, в моем понимании, да, полицейский Который защищает общество, приносит ему пользу, соответственно А оружие то же самое, то есть в руках бандита, оно наносит вред обществу, да То есть то же самое оружие, находясь в руках у полицейского, приносит пользу обществу Оружие, находящееся у бандита, наносит обществу вред То же самое и знания, да, юриспруденции, соответственно Юрист, который обладает знаниями, является профессионалом своего дела Является порядочным человеком, безусловно, приносит пользу обществу А юрист, который обладает знаниями, но является по своим характеристикам, да И компетенциям, к сожалению, человеком не очень порядочным Он, безусловно, наносит только вред Поэтому наша задача, чтобы юристы, в первую очередь, были людьми честными и порядочными Вот так я вижу, в первую очередь, юрист современный И, наверное, ваша роль в качестве директора Ассоциации выпускников юридического факультета Заключается именно в том, чтобы вот этот моральный облик и поддерживать Расскажите вообще, чем занимается Ассоциация выпускников? Да, спасибо за вопрос Ассоциации выпускников юридического факультета КФУ Я, к сожалению, не знаю, есть ли аналогичные ассоциации на других факультетах Ну, сейчас мы знаем, что факультета юрфака осталась Это институты Есть в КФУ, мы знаем, но не знаю, не слышал про институты других, так скажем, подразделений в КФУ Но, тем не менее, наша Ассоциация выпускников, она относительно молодая структура Была создана инициативными выпускниками, нашими выдающимися выпускниками В том числе, в первую очередь, мэром города Казани Ильсу Раисовичем Медшиным И данная ассоциация, она в первую очередь призвана объединять то поколение юрфаковцев, как мы себя называем Здесь, по-своему, выпускников И мы знаем, не понаслышке, что огромное количество наших выпускников С очень большой благодарностью, с большой любовью Относится к своей альма-матер, именно к родному юридическому факультету И наша задача, эту связь между выпускниками и факультетом продолжить Мы привыкли, что человек, который заканчивает свой вуз, факультет, уходит в саботное плавание И многие уже, соответственно, только где-то, может быть, на встречах выпускников вспоминают о своем факультете и так далее Но наша задача как раз-таки собирать наших выпускников, которые любят факультет, готовы им помогать И, соответственно, проводим разного рода мероприятия по, так скажем, связи, как мы это называем, связи поколений А какие конкретно мероприятия проводите вы? У нас достаточно большое количество мероприятий в рамках ассоциации выпускников Это, ну, приведу просто ряд примеров, не буду все перечислять Например, мы проводим так называемые неформальные встречи для выпускников Куда приглашаются как члены ассоциации выпускников Приглашаются наши преподаватели, учителя Приглашаются наши выдающиеся выпускники Например, буквально недавно мы провели закрытый кинопоказ фильма на юридическую тематику Голливудского фильма «12 раздневных мужчин» Где как раз-таки все представители, вот, я кого я перечислял, посетили данное мероприятие Неформальные разговоры, воспоминания и укрепление связи между поколениями выпускников, учителей и действующих студентов То есть вот таким образом такие мероприятия проводим Также мы приглашаем наших выпускников с лекциями Каждый месяц, раз в месяц у нас приходят наши успешные, выдающиеся выпускники И делятся своим опытом со студентами А где можно ознакомиться? Вот есть программа, да, какая-то? Да, то есть есть у нас и сайт, есть и наши социальные сети, где данная информация публикуется Все выпускники, в принципе, мы стараемся их об этом оповещать И также я бы сказал, что через нашу ассоциацию наши выпускники всячески помогают факультету, в частности студентам По поддержанию, так скажем, высокой научной культуры, паровой культуры Помогают с какими-то, соответственно, мероприятиями, помогают проводить конференции И мы стараемся вот все это сообщество выпускников, юрфаковцев через ассоциацию, так скажем, интегрировать в научную деятельность И вообще образовательную деятельность и юридического факультета А есть ли какое-либо взаимодействие с другими вузами, например, выпускников факультетов различных, может быть, российских или зарубежных стран? Да, безусловно, есть И, как я уже говорил, наша ассоциация выпускников является довольно-таки молодой ассоциацией И у нас есть чему поучиться Поэтому нами было принято решение буквально, наверное, полгода назад, может, даже год назад О том, чтобы, как в свое время Петр I ездил в Европу для того, чтобы учиться у голландцев и других западных европейцев строить флот Также мы ездили к нашим уже признанным российским ассоциациям выпускников Учились, так скажем, перенимать их успешный опыт В частности, например, у нас очень хорошее отношение с ассоциацией выпускников МГИМО Да, понимаем, да, что мы являемся всего лишь факультетом, так скажем, да, и юридического факультета КФО Отношения мы такие хорошие наладили с ассоциацией выпускников МГИМО, да, соответственно, у них отдельных факультетов нет, у них только ассоциация выпускников именно всего вуза Но она довольно-таки успешна, и эндаумент, соответственно, да, и связь поколений, и связь выпускников со студентами Мы много чего полезного для себя переняли, и надеемся, что в ближайшее время мы сможем это реализовать в рамках ассоциации выпускников юридического факультета Также у нас были контакты и тесные связи с другими ассоциациями выпускников В частности, МГИМО имени Кутафина, это юридический вуз, да, знаем, соответственно Их опыт тоже мы перенимаем довольно-таки успешный Ну, я думаю, что перед нами стоит задача в ближайшие пять лет сделать нашу ассоциацию выпускников действительно очень значимой, по крайней мере для нашего региона Постараться стремиться к тому, чтобы достигать тех же уровней развития в плане эндаумента, привлечения, так скажем, ресурсов определенных, знаний и опыта наших выпускников, как наши коллеги из МГИМО, в частности Интересно. Сергей Николаевич, тогда у меня такой вопрос, вот вы говорите, идет взаимодействие с ведущими юридическими вузами, да Как, на ваш взгляд, изменилось вообще юридическое образование, высшее юридическое образование с того момента, когда вы были студентом и вот сейчас уже в роли преподавателя Есть ли какие-то существенные отличия и какие, может быть, советы можете дать нашим телезрителям? Да, тяжелый вопрос, на самом деле, да, как бы здесь тяжело быть объективным, потому что для каждого студента, я думаю, время, когда он учился, является самым прекрасным И сейчас уже мне довольно-таки в качестве преподавателя тяжело оценивать, потому что нет возможности абстрагироваться, посмотреть со стороны, так как мы находимся внутри данного образовательного процесса и научного в том числе Но если говорить о каких-то системных вещах, то я думаю, что я могу рассуждать только о международном праве, так как являюсь преподавателем международного, европейского права То сейчас огромное количество появилось программ для наших студентов Например, я могу привести в пример магистрскую программу с совместным консорциумом вузов ТКФУ, РУДН, МГИМО и других, так скажем, наших лучших вузов страны Что он включает в себя в консорцию? Совместно с Уполномоченным по правам человека Организация Объединенных Наций данное консорциум вузов и программа магистрская позволяет получить диплом одновременно всех этих вузов фактически и по магистрской программе И есть возможность хорошая для трудоустройства в международных организациях Также для магистрантов наших проводятся выездные обучения, в частности предусмотрена программа по выезду, например, в Венецию ежегодная В этом году, к сожалению, не смогли поехать из-за распространения коронавирусной инфекции со всеми ограничениями, связанными с этим То есть всегда можно совместить приятность и полезность учебы и... Да, и безусловно, и большое количество преподавателей и научных деятелей, международных деятелей, которые работают в Организации Объединенных Наций Есть возможность их привлекать в качестве, так скажем, спикеров, как это сейчас принято говорить, в качестве лекторов И я думаю, в этом плане у студентов сейчас больше возможностей для того, чтобы получать вот такие вот интересные знания Повторюсь, это с точки зрения международного права То есть сейчас уже больше-больше возможностей, тогда, когда вы учились, такого не было? Возможности, они всегда, конечно, есть, безусловно, да То есть я вот именно говорю про те возможности, которые появились вот сейчас То есть это вот и летняя школа по правам человека, Организация Объединенных Наций Вот в этом году тоже Казань должна была принимать и вот другие вот такие вот площадки интересные В наше время, к сожалению, такого не было, да, соответственно Были какие-то другие программы, но таких масштабных не было То есть это прогресс, безусловно И вопрос связан как раз-таки с глобализацией Процессы глобализации, интеграции приводят к тому, что стираются границы Огромное количество иностранных студентов Вот, например, сейчас, если мы посмотрим, то в наше время иностранных студентов было очень мало Их можно было на пальцах пересчитать А сейчас мы видим, что география студентов очень обширная Это представители и Азии, и Африки, и Европы, в том числе и Западной тоже Европы И Латинской Америки Касси, с чем это связано? Почему сейчас такой напор студентов? Это, на мой взгляд, связано как раз-таки с увеличением престижа образования Именно нашего, да, в Казанском университете и на юридическом факультете То есть я, опять-таки, могу судить по нашему только факультету Да, потому что нет данных по другим институтам Вот Общаясь с ними, мы понимаем, что ВУЗ на слуху, факультет на слуху И он привлекает действительно огромное количество иностранных студентов Это говорит о том, что уровень образования, он повышается Но они, как правило, также являются носителем русского языка В любом случае, обучение же проходит на русском языке Если мы говорим о программах специалитета или бакалавриата Есть магистрские программы, например, в частности, на юридическом факультете На кафедре нашей международного европейского права Она как раз есть, одна англоязычная программа Называется она как международное европейское бизнес-право Там уже студенты обучаются на иностранном языке Там есть иностранцы, которые приезжают в магистратуру, поступают именно ради этой программы Они уже, некоторые из них не являются носителями русского языка Но там необходимости в нем нет То есть там обучение проходит на английском языке То есть потребность есть Хорошо, вот вы часто говорите о международном праве Но мы также наблюдаем, как со средств массы информации Часто муссируется тема о том, что нет международного права Сейчас кризис международного права Вы как считаете, как юрист-международник, специалист в этой области Все-таки что сейчас происходит в этой области? Да, безусловно, в последнее время в средствах массовой информации Довольно-таки часто всплывает информация Такого рода содержание, как кризис международного права С этим нам, международникам, безусловно, очень тяжело согласиться с данным понятием Также некоторые политики используют такие слова, как деградация международного права То есть они признают это? Они не признают, они говорят об этом соответственно То есть это субъективное мнение И здесь, наверное, стоит сказать о том, что привести примерно уголовное право Российской Федерации Мы же не говорим об его кризисе в связи с тем, что кто-то его нарушает То есть в связи с тем, что кто-то совершает убийства, кражи, разбой и так далее Мы же не говорим о том, что происходит кризис уголовного права Согласны, правильно? Да, то есть и то же самое международное право Если говорить о международном праве, оно развивается Здесь нет никакого кризиса Есть кризис доверия между государствами Есть кризис в отношениях между государствами То есть сугубо политические мотивы? Сугубо политические мотивы И здесь нет необходимости говорить о кризисе Кризиса международного права нет С этим очень тяжело согласиться — Международное право. Здесь, наверное, еще стоит сказать, что большие ожидания от международного права. Международное сообщество и люди думают, что международное право должно вообще все проблемы решать в международных отношениях. Но это, в принципе, невозможно. И, цитирую одного из наших современников, стоит сказать, что международное право, современное, после, я бы сказал, даже окончания Второй мировой войны, после создания Организации Объединенных Наций, оно не признано создать рай на земле. Оно признано предотвратить ад на земле. То есть, другими словами говоря, это Третью мировую войну. И мы с вами видим, что уже прошло более 75 лет со дня окончания Второй мировой войны. И довольно-таки большой срок, несмотря на все кризисы в международных отношениях. Не в международном праве, а в международных отношениях. Соответственно, Третьей мировой войны у нас нет. И я думаю, что в этом плане международное право со своей ролью справляется. И говорить о кризисе здесь, безусловно, неправильно. Кстати, вот упомянули ход истории. Совсем недавно состоялась ежегодная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, где как раз-таки выступали лидеры стран. Чем закончилась или запомнилась вам эта сессия? И были ли какие-то интересные выступления среди лидеров стран? Да, спасибо за вопрос. Действительно, в рамках Генеральной Ассамблеи в сентябре прошли выступления лидеров стран. Они были довольно-таки интересными. Но я бы выделил, наверное, всего несколько, которые интересуют в первую очередь нас, граждан РФ, в том числе и международников. И я бы отметил, наверное, выступление Дональда Трампа. И почему отмечу его выступление? Я бы поставил его выступление в ряд с такими громкими выступлениями, как выступление Хрущева. Помните, когда он ботинком стучал по трибуне, да, соответственно? Я не слышал, но интересно. Говоря, что покажет Кузькину мать, да, так скажем, американцам выступление. А Трамп что показал? Выступлением, так скажем, лидера Ирана Махмуда Ахмадинижада с критикой в адрес США в свое время довольно-таки тоже резкое выступление было. И в этот раз мы привыкли, что в рамках Генеральной Ассамблеи довольно-таки часто бывает, наоборот, да, не бывает часто резких выступлений. И именно в этот раз Дональд Трамп довольно-таки жестко выступил в сторону Китая. Обвинил Китай во всевозможных грехах, да, мы знаем, начиная от выбросов вредных веществ в атмосферу, загрязнением мирового океана пластиком и заканчивая распространением коронавирусной инфекции. Во всем этом Трамп обвинил Китай и призвал мировое сообщество поддержать все начинания США по сдерживанию Китая в этих направлениях. То есть экономически как он собирается сдерживать? Ну, безусловно, да, экономически, потому что военным путем этот вопрос они, конечно, решать не будут, но экономически, да, то есть ограничения, они уже есть. Да, мы видим, что протекционистские меры США по отношению к китайским товарам, ограничения деятельности китайских организаций, транснациональных компаний. То есть этого недостаточно уже, правильно я понимаю? То есть если Трамп поднимает данный вопрос на уровень Ген-Ассамблеи ООН, то есть он считает, что в этом есть угроза? Ну, это мнение США, что вы понимали, например. То есть если мы спросим мнение России по этому поводу, то, безусловно, она не согласится с США по данным вопросам. И она, позиция России в том, что Китай как бы не виноват в этих вопросах, в том числе и по распространению коронавирусной инфекции, да, то есть это, по нашему мнению, вопрос такой сложный, неконтролируемый какой-то определенной стороной. Здесь я бы сказал, что, наверное, Соединенные Штаты Америки решают в первую очередь свои геополитические вопросы, оказывая таким образом давление на Китай. То есть инструментами международного права? Ну, здесь, наверное, в первую очередь не стоит говорить о международном праве, да, но площадка ООН была использована как давление на Китай со стороны Соединенных Штатов Америки. Также я бы, наверное, отметил выступление Владимира Путина. Его выступление было, наверное, противоположным. Дональду Трампу было спокойным. То есть он как раз-таки говорил о том, что ООН справляется со своими функциями. Говорил о Совете Безопасности ООН. Говорил, в частности, о том, что Совет Безопасности ООН справляется со своей основной функцией по поддержанию мира и безопасности. А наш коллега, президент Турции Эрдоган, в частности, говоря о Совете Безопасности ООН, да, мы знаем, что это ключевой орган ООН, говорил о его необходимости его реформирования. Цитирую, да, он говорил о том, что не могут пять стран решать судьбу семи миллиардов человек. И Совет Безопасности ООН нуждается в реформировании. А вы как считаете, как специалист в этой области, нужно ли реформировать организацию объединенных наций? Ну, здесь нужно немножко, для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно обратиться к истории, да, в первую очередь. Мы с вами понимаем, что Совет Безопасности ООН в том виде, в котором он существует сейчас, я имею в виду пять постоянных членов Совета Безопасности, которые обладают правом ВЕДА. Это Россия, это Китай, это Соединенные Штаты Америки, это Великобритания и Франция. Эти пять стран обладают правом ВЕДА. Что такое право ВЕДА? Это право заблокировать любую резолюцию Совета Безопасности ООН. Например, какие-то наши партнеры по Совету Безопасности ООН или другие субъекты международного права, которые имеют право выступать с инициативой в рамках Совета Безопасности ООН, любая из этих стран может просто это все заблокировать. То есть у них есть такое право. То есть понимаете, какая власть сосредоточена в руках пяти этих государств. И данная пятерка, она сформировалась после окончания Второй мировой войны, и стран-победительниц Второй мировой войны и отражала. Ну, Китай, он в том числе на тот момент, Китай тоже участвовал. Это Китай вообще, надо сказать, что это была страна, которая в первую очередь пострадала от стран, так называемый АСИ, это Япония, Италия и Германия. Да, уже в 30-е годы восточная часть Китая была оккупирована Японией, и поэтому Китай, он тоже внес большой вклад в победу, так скажем, союзников во Второй мировой войне, прошу прощения. И данная пятерка, она отражала ту картину, которая сложилась после окончания Второй мировой войны. Эти страны были победительницами. Прошло сегодня уже достаточно большое количество времени после окончания Второй мировой войны, и мы с вами видим, что картина мира, она немножко поменялась. Теперь уже появились, так скажем, другие страны, которые по своему влиянию, по своему потенциалу экономическому. Сейчас на дворе 21 век, и мы уже в первую очередь говорим об экономических возможностях странах, а не о военном потенциале и их возможностях. И здесь необходимо отметить, что такие страны, как Германия, которая обладает самой большой экономикой в Европейском Союзе, или Япония та же самая, которая является пятой экономикой мира, они не представлены в Совете Безопасности ООН, и по этому поводу у них возникает много вопросов. Эти страны оказывают большое влияние в своих регионах, но, тем не менее, они не обладают правом, так скажем, правом ВЕТа в рамках Совета Безопасности ООН и не являются постоянными членами Совета Безопасности ООН. Это первый момент. А второй момент, он связан с тем, что в Совете Безопасности ООН нет представителей некоторых континентов. Мы видим, что есть представители европейского континента или евразийского, есть представители Северной Америки, есть представители Азии, Китай, но нет представителей африканского континента и нет представителей Латинской Америки. Также нет представителей Ближнего Востока, так скажем, арабского мира и океании, безусловно, тоже там нет. Это как раз-таки те аргументы, о которых говорят сторонники реформ Совета Безопасности, что должны быть представлены все игроки и все континенты мира в рамках Совета Безопасности для того, чтобы более эффективно решать вопросы мира и безопасности. А не кажется ли вам, что если как раз-таки привлечь все представители всех этих стран, которые вы перечислили, континентов, вообще сущность Организации Объединенных Наций перестанет работать как орган? То есть если много будет участников? Да, вот как бы, наверное, соглашусь с вами в этом вопросе и скажу, что да, возможно, Совет Безопасности нуждается в реформе, но другой вопрос, как это сделать? То есть, на мой взгляд, пока нет и не придумало человечество альтернативы данной пятерки, да, Совет Безопасности ООН. Допустим, пригласим сейчас туда Турцию, Совет Безопасности ООН. Их соседи, иранцы, могут сказать, почему Турция присутствует в Совете Безопасности ООН, а почему там нас нет. По военному и экономическому потенциалу мы не хуже их, да, соответственно, и по влиянию в регионе тоже. Пригласим, например, представителей Латинской Америки, бразильцев. Аргентинцы, да, возмутятся и скажут, что почему наши соседи-бразильцы есть, а нас нет, а почему они, да. И здесь, наверное, также стоит сказать и о странах Персидского залива, да, или арабских странах. Пригласим Египет как страну с подавляющим большинством арабского населения. Но их соседи, Саудовская Аравия, например, может сказать, что мы в регионе не меньшую роль играем, чем внешне. Да, это такой замкнутый цикл получается. И тут замкнутый цикл, и мы можем в конечном счете потерять даже то, что есть, пытаясь реформировать или улучшить Совет Безопасности ООН. Сторонники также реформы Совета Безопасности ООН говорят о том, что вообще нужно исключить оттуда Россию. Такие, так скажем, призывы звучат все больше и больше в последнее время. Аргументируют это они тем, что мы очень часто пользуемся правом вед. Но здесь, наверное, стоит отметить, что кроме России наши западные партнеры также не стесняются, так скажем, им пользоваться, когда нужно какие-то их геополитические интересы соблюсти. И не меньше нас они этим правом пользуются. И также, наверное, важно отметить, что не всегда, так скажем, использование права вед является негативным, да, как это у нас принято говорить. Приведу пример. В 2011 году, когда президентом России был Дмитрий Анатольевич Медведев, был взят курс, наверное, помните, на так называемую перезагрузку отношений с Соединенными Штатами и Америками. И если не вдаваться в подробности, тогда мы с нашими американскими партнерами договорились, что давайте прекращаем, так скажем, вставлять друг другу полки в колеса. И в рамках Совета Безопасности ООН мы голосуем вместе. То есть какие-то вопросы, когда решаются геополитические, мы будем голосовать с вами вместе. И тогда как раз мы помним, да, началась так называемая арабская весна, прокатилась по странам Ближнего Востока, по Северной Африке в том числе. И такая страна, как Ливия, который правил на тот момент полковник Муаммар Каддафи, помните, наверное, да, который 40 лет на тот момент правил страну, и у него тоже возникли проблемы с оппозицией. Началась гражданская война, началась гражданская война в Ливии. И Муаммар Каддафи довольно-таки на первых этапах успешно справлялся, так скажем, преследуя свои определенные цели. Я здесь, наверное, сразу стоит отметить, что в этой гражданской войне не поддерживаю ни одну из сторон, да, потому что гражданская война, это всегда ужасно, это всегда плохо, там нет правых или левых. Армия его в какой-то степени поддержала, имея преимущество в воздухе. Он довольно-таки успешно справлялся, так скажем, с подавлением, наверное, правильно сказать, оппозиций в своей стране. И в рамках Совета безопасности ООН наши западные партнеры выступили с инициативой о введении беспилотной зоны, введении беспилотной зоны на территории Ливии. То есть это значит, что самолеты и летательные аппараты... Да, то есть любой ливийский летчик, который взлетал на территории Ливии, он должен был быть сбит нашими, так скажем, международной коалицией. То есть представительной организации объединенных наций, правильно? Да, если будет принято решение в рамках Совета безопасности ООН. Мы обычно всегда в рамках таких инициатив, когда это касается дела наших каких-то, может быть, даже не союзников, а каких-то наших партнеров, а Ливия была, наверное, нашим партнером на тот момент, мы обычно всегда пользовались своим правом вето и никогда не поддерживали данной инициативой. Но, опять-таки, повторюсь, это был 11-й год, перезагрузка отношений. Тогда мы не воспользовали своим правом вето. Мы сказали, что в данном случае мы вместе с нашими западными партнерами мы не голосовали за, но мы воздержались от голосования, мы не воспользовались своим правом вето. А это что означает, если страна воздержалась? Это означает, что если никто не воспользовался правом вето и соблюдено определенное количество голосов, которые необходимы для принятия в рамках Совета безопасности ООН, то принимается резолюция Совета безопасности ООН, и она является обязательной для всех стран, которые входят в организацию объединенных наций. То есть была введена беспилотная зона над Ливией, и Муаммар Каддафи на тот момент уже потерял свое преимущество, а в дальнейшем вообще был трагически убит, мы знаем, то, что толпа, можно сказать, растерзала в пустыне. Это отдельный вопрос. И к чему все это привело? Мы сами должны понимать, к чему это все привело? На сегодняшний день прошло уже 9 лет с момента принятия резолюции 1973 в рамках Совета безопасности ООН. И что мы имеем на сегодняшний день? В Ливии мы имеем гражданскую войну. 9 лет продолжается гражданская война. То есть это я к чему? Все рассказываю к тому, что какие последствия могут иметь решения, приняты в рамках Совета безопасности ООН. История не имеет сослагательного наклонения, но прими мы тогда, может быть, решение проголосовать против, и воспользовались своим правом введ. Может быть, мы в какой-то степени бы и спасли эту страну от гражданской войны. Но повторюсь, что кризис в этой стране был настолько сильным, что как бы не могу говорить, что действительно была бы решена эта проблема. Но изначально я говорил о том, что не всегда использование права введа является негативным, как это нам любят, так скажем, показывать представители СМИ, особенно наших западных партнеров. Интересно, Марсан Юрьевич. У меня вопрос. В начале нашей передачи мы начали с вами говорить о моральном облике юриста. У нас большая аудитория, это преимущественно студенты. Какие советы и, возможно, какую литературу вы можете посоветовать им, которые повлияли на вас, как на преподавателя, на студента, в процессе формирования вас как личности? Ну, это опять-таки сложный вопрос, да, так скажем? Ну, сейчас мода вообще. Смотрю, сейчас студенты стали больше читать, как бы выкладывать даже, делиться книгами своими прочитанными. То есть это некое возвращение к тем традициям исконным, которые преобладали 20-30 лет назад. Ну да, советская нация ни для кого не секрет, она была самой читающей в мире. Я думаю, что если есть такая тенденция, она, безусловно, радует, что студенты начали читать, молодое поколение читает, да и взрослые поколения, мне кажется, у нас много читают. Но если говорить о своих предпочтениях, да, то если это касается международного права, то, безусловно, это учителя нашей Казанской школы международного права, в частности, Дэвид Фельдман, да, наш выдающийся ученый, международник, его работы, наших профессоров, профессора Курдюкова, профессора Валеева, Мегазова, так скажем, тех лиц, которые стояли, были основателями Казанской школы международного права. А что касается литературы общей для юристов, наверное, здесь сложно что-то порекомендовать. Вообще, я в свое время очень любил, еще с довольно-таки раннего возраста, с юности читать исторические книги, то есть по истории. Я очень любил историю, я до сих пор очень много читаю исторических книг, вот, потому что кто-то не знает прошлого, как говорится, да, не имеет будущего. Там очень много полезной информации, очень много мудрости, да, мы знаем, что читая ту же самую историю, да, я не говорю про историю, которая преподается в школах, там, например, да, а именно вообще историю людей, историю каких-то наших выдающихся земляков, выдающихся вообще мировых лидеров и так далее. Вот биографии этих лиц, те ошибки, которые не совершали, мы же знаем, да, есть известная цитата, которая говорит нам о том, что умный учится, дурак вообще не учится на своих ошибках, умный учится на своих ошибках, а мудрый учится на чужих ошибках, да, то есть вот я считаю, что именно вот читая... Будем учиться на чужих. Да, читая вот именно биографию, да, интересных людей, в первую очередь мы получаем какие-то определенные инструменты для того, чтобы добиваться каких-то целей, всегда есть какая-то полезная информация. Во-вторых, мы видим, какие они ошибки совершали, они пишут о них, соответственно, и мы должны делать какие-то выводы для себя. Это касается и истории нашей страны, и истории международных отношений, и истории международного права и вопросов вообще личностного роста. Хорошо, назовите три книги, ваши любимые, которые вы готовы перечитывать каждое свободное время. Я, наверное, сейчас не назову три любимые книги. Ну, автор хотя бы. Да, потому что очень, так скажем, очень-очень большое количество книг в голове, да, они всем не нравятся в какой-то степени, где-то что-то берешь полезное, где-то что-то не нравится, но в любом случае все книги, они, наверное, полезные. И я бы, наверное, не порекомендовал какие-то конкретные книги, вообще порекомендовал бы студентам читать разнообразную литературу. Как можно больше. Как можно больше, да. Для себя я уже, наверное, если говорить о системности, наверное, с первого курса решил, да. То есть вот у меня есть такая система, что я в день в любом случае читаю один час литературу. Я сейчас говорю не про профессиональную литературу, профессиональную литературу отдельно. Я ее тоже читаю, соответственно, но час я уделяю на чтение книг не по профессиональной литературе. То есть это либо, да, либо это классика, либо это, так скажем, публицистика, история, какие-то интересные, может быть, даже статьи в том числе. Но каждый день я стараюсь, фактически начиная вот с первого курса на протяжении уже десяти лет, стараюсь следовать этому правилу и каждый день читаю примерно час по этому поводу. И порекомендовал бы, наверное, читать разную сферу. То есть это и русская классика, да, наша известная, потрясающая, так скажем. Это и зарубежная классика, это и современные какие-то, современная литература, и история, география, и так далее. То есть быть современным человеком, он должен быть, наверное, всесторонне развитым. Интересная практика, Марсел Ильгамович. Мне остается только поблагодарить вас за участие. Но я напомню нашим телезрителям, сегодня у нас в гостях был эксперт в области международного права, кандидат юридических наук, член Ассоциации юристов России, Караев Марсел Ильгамович. Ну а мы увидимся с вами вновь на следующей телепередаче. Всего доброго. Благодарю, коллеги. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.